По правой руке, после того, как из притвора мы вошли в храм, мы прежде всего с вами подходим к резной тактильной иконе Владимирской Божьей Матери. Екатерина стала для них глазами. Незрячим прихожанам она рассказывает то, что происходит в церкви. Екатерина – профессиональный тифлокомментатор. Чтобы попасть сюда, она получила специальное образование в Москве. В области всего два таких специалиста. Один из них работает в храме в Долгодеревенском. Я – глаза этих слепых людей. Все, что им нужно увидеть, везде, где им нужно создать какую-то иллюзию, представление о том, что происходит, и тщательное описание пространства – это моя задача. Послушать службу в этот раз пришли 10 незрячих прихожан. У каждого свой наушник. До этого на службах у каждого стояли помощники. Они пытались шепотом объяснить происходящее вокруг, но получалось не очень. Во время одной из таких служб Екатерина подружилась с прихожанкой Татьяной. Она посещает храм примерно полгода. Раньше что? У всех стояли, конечно, помощники. А сейчас мы все слышим, что нам объясняют, все представляем это все. Конечно, это лучше. Храм в Долгодеревенском – единственный в регионе, в котором предусмотрена служба для людей с ограниченными возможностями. Желающих попасть много, но оборудования на всех не хватает. Наушников всего 10 пар, поэтому инвалидов привозят по записи группами. После всех таинств они идут в трапезную и общаются с батюшкой. Задача, которая ставилась с батюшкой перед нами тоже, что это не будет одноразовым действием. Но вот его особенность такая. Если мы взяли на себя такое послушание и сделать среду для этих людей доступной, то мы должны уже работать и переработать, я думаю, что, наверное, не один год. В дальнейшем сотрудники храма планируют встречаться с инвалидами не только на службе, но и за пределами церкви. В планах – совместные походы в театр и музеи.